Привет, друзья, фикса, и добро пожаловать обратно в Майнкрафт, и сегодня у нас будет мега интересный ролик, ведь вы только посмотрите на мои руки. Да-да, не удивляйтесь, ведь я прямо сейчас держу в руках два гигантских барьера, и держу их я не только в руках, но еще во всем моем инвентаре. Дело в том, что сегодня мой инвентарь будет полностью удален навсегда, но это не совсем так. Я договорился с богами Майнкрафта, и они разрешили мне вернуть мой инвентарь, если я выполню их условия. Чем мы как раз таки сегодня и будем заниматься? Например, посмотрим на первое условие. Поставить лайк и подписаться. Ребят, кажется, это условие не только для меня, но еще и для вас. Я понимаю, что это очень сложно, но пожалуйста, помогите мне. Давайте, на это я вам дам целых 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Вроде бы вы успели. И да, вы посмотрите, у меня освободился уже слот. Ребята, вы просто лучшие. Думаю, вы поняли суть этого ролика, а мы начинаем. Приятного просмотра. Как вы понимаете, целью сегодняшнего ролика будет вернуть наш инвентарь. Ах, условий здесь, конечно, чрезвычайное количество. Посмотрим, что от нас требуют. Скрафтить деревянный топор. Окей, а что у нас здесь? Скрафтить верстак. Поэтому давайте мы с вами начнем с добычи дерева, почему бы и нет. Мне кажется, что это пока что самое простое, что мы можем сделать. Самое интересное, что как бы я ни старался, я не могу выкинуть даже эти штуки. Они у меня полностью заблокированы, я даже не могу их перетаскивать. Поэтому с читерить здесь не получится. Окей, давайте посмотрим, сработает у нас или нет. Мы делаем, получается, верстак и... Да, у нас освободилась только что эта штука. Теперь у нас открыто два слота. Вау, разве это не круто? Да это вообще великолепно. Скрафтить деревянный топор. Добудем еще тогда немножко дерева. Ох, без инвентаря в Майнкрафте выживать очень сложно. Так, спеределываем все в доски. Ага, а теперь как? А как мне скрафтить, если у меня здесь всего лишь один слот? Ааа, давайте сделаем палки, выкинем их. О, все, получилось, получилось, готово. Деревянный топор, и да, у нас освободился еще один слот. Ух, меня уже радует, что это работает. И это, друзья, только начало. Впереди нас ждет так много всего. Допустим, добыть 10 булыжника. Или же найти лук-батуны, выкинуть его? Эм, это что за подстава такая? Да ты что фиксай, думал все будет так легко и просто. Акакий, я тебя достану, я так и знал, что это ты. Ох, ну ладно. Раз нам ставят такие рамки, придется нам каким-то образом в них влезть. Скрафтать деревянный топор, а я им не пользуюсь. Это, конечно, гениально. Окей, у меня тогда такой план. Мы сейчас с вами добудем очень много дерева, чтобы потом не бегать за ним. И уже от него будем наталкиваться. Например, потому что нам нужно скрафтить деревянную кирку. Так, топор мы тогда выкинем и скрафтим деревянную кирку, отлично. Такого условия у нас нету, но зато если сейчас добудем булыжник, все должно сработать. Так, спускаемся пониже. Так, сколько нам нужно булыжника? А, погодите, мы с вами уже добыли булыжник? А, да, у нас открылся слот, у нас все сработало. А там разве не было написано, что нужно добыть 6 булыжника? Либо я схожу с ума, либо это реально так работает. Ребят, смотрите, что я здесь заметил. Добыть 16 бревен дуба. Я мог это давным-давно выполнить, но до сих пор не выполнил. Поэтому берем топор, выкидываем булыжник, забираем бревна, и нам нужно еще добыть 8 штучек. Тогда у нас будет еще больше места в инвентаре. Ох, слава богу, что эти условия можно выполнять не по порядку. Да, все получилось. На этом мы с вами добывали еще дубовые бревна, и теперь у нас уже, можно сказать, ровно 16 штук. И у нас открылся слот, великолепно. Убить 10 жителей. Добыть лазурит, убить скелета. Поторговаться с жителем. Найти лук-патун. А, эти задания пока что невыполнимы. А вот получить урон еще какое выполнимое. Смотрите, я вижу здесь паука. А у нас здесь задание убить паука. И помимо этого съесть паучий глаз. Вы только представьте. Сейчас за 30 секунд мы выполним целых 3 задания. Так, паук, давай бей меня. Мы получили урон. Теперь убиваем паука. И нам выпал паучий глаз. Мушаем паучий глаз. И все сработало. Я вам даже так скажу, мы выполнили целых 4 задания. Ведь здесь было задание прыгнуть 100 раз. И мы уже прыгнули 100 раз. Интересно, а мы можем это посмотреть в статистике? Так, 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 так. Прыжков 295. Мне кажется, это чуть больше, чем 100. Я вижу здесь очень забавное задание под названием сжечь деревню. Также у нас есть убить 10 жителей. Поэтому погнали прямо сейчас в деревню. Я думаю, мы готовы это делать. Эм, звучит немножко страшно, но что поделаешь? Меня попросили, я делаю. Знаете, я вот все бегаю, бегаю и кое-что заметил. У меня снова заблокировался инвентарь в левом слоте. Скрафтить верстак. Так я же скрафтил его уже. Стоп. Или мне нужно держать верстак до конца игры? Эм, окей, но у меня стоп пропал этот барьер. Хорошо. Какая же гигантская деревня? Если в ней не будет кузницы, я расстроюсь. И что-то пока что никакой кузницы я не вижу. Вижу голема, вижу жителей. Мне срочно нужна еда. Хочу кушать. Дай поесть. Деревня чрезвычайно плохая. В ней ничего вообще нету. Ни кузницы, ни сундуков. Жители, как вы тут живете вообще? Я сейчас, короче говоря, украду у них всю пшеницу. И сожгу их деревню. Не, ну а чё? Причём у меня есть ещё задание. Убить голема. Поэтому прежде чем убивать жителей, нужно будет сначала расправиться с големом. Итак, хлебушек готов. Вот теперь и на голема можно идти. Хе-хе-хе-хе. О, да. Сколько ты мне железа дал? Три железа. Неплохо. У нас открылся новый слот. И на его месте теперь есть маг, который мы с вами выкинем. А, что? У меня разблокировалась ещё одна ячейка. Там было задание выкинуть маг? Серьёзно? Ха-ха. Окей, это забавно. Ведь я ненавижу маг, ни сирене, ни пион. Мне нужен лук-батун, ведь он один на миллион. Эх, где же он, где же он, где же он? Нужно будет его найти. А вот и неплохое предложение поторговаться с жителем. Мне нужно 15 свеклы. Надеюсь, что здесь будет. Эм, нет, здесь ничего вообще не выросло. А есть какие-нибудь предложения получше всё-таки? Может быть, на пшеницу? Почему бы нет? У вас тут пшеница вообще? Хоть кое-чем жуй. Ребят, меня максимально не устраивает данная деревня. Я думаю, что её мы как раз-таки и сожжём. Так, для этого мне нужно будет найти сейчас кремень. Ой-ой-ой, на улице-то стемнело уже, страшно опасно. У меня, конечно, есть пару зданий, которые нужно выполнить ночью, но я не готов к ним сейчас. Мне нужно заниматься добрыми делами. Рассаживать урожай. Собирать урожай. Разводить животных на деньги. Кататься на ослах. А не, вот эти вот всякие там, это, сражения с мобами, уничтожение мобов там и всё остальное. Я нашёл гравий. Лотерея на лайк. Ребят, с первого раза выпадают все ставят лайк. Уху! Ну, как всегда. Ну, конечно. Ну, а на что я рассчитывал вообще? И не со второго, и не с третьего, и не с четвёртого. Ну, конечно, не с пятого. Вот на седьмой выпадет. Эм... На десятый. АААА! Он вообще не хочет выпадать! Наконец-то! Всё, огнево готово! Задание найти деревню. Так, так вот же деревня! Ау, Майнкрафт! Вот она деревня, я нашёл её! Я же давно уже в ней нахожусь. Всё, теперь нету. Окей. Эх, ох уж эти начинающие разработчики. Понаделают своих модов. Ну, а теперь настало время сжечь деревню. Поехали! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ай-яй-яй, не меня же! Гори-гори, ясно, чтобы не погасло. Ну, я, мне кажется, устроил полнейший хаос здесь. Жители, простите, я не хотел. Только не скелет! Ох, вот это вот жуть вообще! И, да, у нас выполнилось задание сжечь деревню. Шикарно. Ха-ха, все жители начали просто бежать. Я хочу сделать себе сейчас железный меч. Для того, чтобы закончить дело с жителями. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Жители, а ну-ка идите сюда, хватит спать, выходите. Нет, я суть не нашел, я не знал, что здесь есть сундук. Я думал, его нету здесь. Так, первый житель. Житель, ты нормально вообще, нормально спишь? Второй житель. Третий житель. Господи, на эту деревню напал рейд зомби. Как их много, то что зомби-апокалипсис не-е-ет, меня скелет убил. Я отомщу тебе, и зомби, вам тоже отомщу. Ох, железный слой такой полофигеть. Мы, кстати говоря, с вами выполнили задание убить зомби. Жаль, мне задание спастись от зомби-апокалипсиса. Ох, это было нечто. О, вот это я понимаю. Скидка, 22 пшеницы. Ну, и мы получим один изумруд. Молодец, что делаешь скидки. Это уважительно. Перерабатываем, и давай-давай-давай-давай, у меня задание с тобой поторговаться. Всё, готово, наконец-то. Ох, мы закончили все дела с жителями. Ура! Сейчас день, значит, должно быть очень много криперов, которые бегают по этой полянке. А у меня есть задание убить крипера, поэтому пойдёмте выполнять его. А вот я как раз вижу одного. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ещё один удар, отбегаем, спрыжка... Я-я-я-я, я промазал, я промазал. Вроде не взорвался, отлично. И ещё один удар, готово. Всё великолепно, у нас теперь тут порог. Давайте выполним теперь самые лёгкие задания. А напоследок оставим самые сложные. Подстрелить самого себя. Нам нужно будет скрафтить лук, но только у меня одна нитка пока что невозможна. А давайте просто по порядку. Найти пустынную пирамиду. Готово. Найти корабль. Это было вообще проще простого. Эм, у меня карта без клада, или мне кажется... Ооооох, нет, всё-таки с сокровищем. Добыть алмаз, готово. Скрафтить железный нагрудник. Легчайше. Найти сломанный портал. Ну, вроде бы это он, если не ошибаюсь. Да, готово. У нас здесь есть два обсидиана, и в принципе больше ничего интересного. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я чуть не умер сейчас. Ах, я решил добыть ещё немножко сокровищ. Скрафтить алмазную кирку. Готово, великолепно, спасибо. Сразу же сделаем ведёрко, и из него я хочу выполнить сразу же два задания. Во-первых, построить портал в ад, а во-вторых, сделать MLG-трюк. Вот у меня прямо сейчас три сердечка, мы его и сделаем. Для этого нам достаточно прыгнуть и... Не получить урон от падения. Готово. Ну, а теперь создаём обсидиан, ломаем его и создаём портал в ад. Это будет долго. О да, три обсидиана уже есть. A few moments later. Пожалуйста, скажите, что восемь обсидиана мне хватит. Идеально. Поджигаем, всё готово. Сделать портал в ад выполнено. Теперь нам нужно отправиться в ад. Оп, а сюда... Эй, а как мне подняться-то теперь? Ну всё, погнали в ад. Фиксирую достижение огненные недра. И задание у нас также выполнено. Господи, как прекрасно, у меня очищается мой инвентарь. О боже мой, выкинуть пять алмазов в лаву. У меня даже нету столько. Убить эндермена, мы как раз-таки с вами в аду. Так, эндермен, давай-давай, иди сюда. О, отлично. Что? Он украл, он украл блок, господи, и убил меня. Это самый умный эндермен, который я видел в своей жизни. Я сейчас микрофон съем. Откуда у меня 20 уровней? Что? У меня выполнилось задание на 10 уровень. А, я же прошёл биом, и у меня горячий тур был, а за это куча дают опыта. Офигеть. И как мне теперь находить мой портал? Проще уже найти эндермена здесь, в лесу. Давай-давай-давай-давай, садись, садись, дадим меня в лодку. Ой, слава богу, если бы он меня ещё раз убил, бы я его точно микрофон съел. Наконец-то. Эм, у нас два задания, добыть золото и добыть 6 золота, окей. А ещё скрафтить плавильню. Интересно, я когда-нибудь в жизни крафтил плавильню? Ребят, крафту плавильню? Просто жесть, нам нужен гладкий камень. Но благо я нашёл уже камнерез, при помощи которого мы как раз таки сможем это сделать. Поэтому добываем, во-первых, булочник, потом переплавляем его в печке. Эх, надеюсь, дом не рухнет, если я так сделаю. Теперь переплавляем его, чтобы у нас получился камень. Заходим теперь в камнерез, и у нас должно всё получиться. Стоп, нет! А как мне сделать гладкий камень? Может быть в крафте? Стоп, я, 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 я ещё раз могу переплавить камень, и что я получу? Гладкий? Кто-нибудь вообще об этом знал? Удивительный мир Майнкрафта с фиксами. Удивляемся каждую новую серию. Ох, всё, наконец-то мы можем сделать плавильню. Нет, не можем, мне ещё печка нужна. Та-дам! Готово! Итак, сейчас я найду очень быстро алмазы, воспользовавшись лайфхаком, который я совершенно недавно узнал. Ищем середину глины, отсчитываем 7 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И всё, и копаем под себя. И алмазы реально найдены. Эм, одна штука. Прекрасно. Но зато я вижу здесь золото. Так, эта чипка выполнилась. Нужно ещё добыть сколько у нас? Ещё 4 штучки. Раз, два, три, четыре. Проверяем. И да, всё выполнено. И ещё алмазы. Да почему одна штука? Неужели здесь тоже будет одна штука? Куда, куда вода полилась, а? Тоже одна штука. A few moments later. Тоже одна штука, ну конечно. И здесь тоже одна штука. Ура! Итого у нас уже 13 алмазов. Ну, по идее, всё должно хватить. Итак, первое, что я хочу сделать, самое обидное, это выкинуть 5 алмазов в лаву. Окей, как бы то ни было прискорбно. Раз, два, три, четыре, пять. Да, выполнилось. Теперь скрафтить алмазы на груднике. Идеально, получилось. Добыть лазурит. Но это вообще проще простого. Подстрелить самого себя. Раз, два, три. Ай. Ах. Вообще должно получиться. Эй. О! Точно в цель. И последнее задание. Найти лук-батун и выкинуть его. Я нашёл цветочный биом, но я здесь не вижу ни одного лука-батуна. Просто ни одного. Я говорил, что его тяжело найти. Ребят, я нашёл ещё один цветочный биом. И угадайте, здесь тоже нет лука-батуна. Просто жуть какая-то. Я уже столько блоков прошёл. Просто ужас. Нашёл. Вот он. Единственный. Ура. Эх. А теперь нам придётся его выкинуть. Ребят, вы готовы? Пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на канал ради такого. Мне очень тяжело это делать. Но прощай. Да! Мы освободили весь инвентарь! Это просто знаменательное событие. Ребят, я очень сильно старался. Ну что, друзья, надеюсь, вам понравился данный ролик. Если так, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями. А для вас за фикса не забыть, предыдущие видео-видеи не очень интересные. Всем удачи, до скорой встречи, пока. Увидимся в следующем ролике. Пока!